Всем привет! Меня зовут Виля Мэйс и сегодня вас ждет тег, который называется Звездный тег. Первый вопрос. Кто был бы крестным твоего ребенка? Я думаю, что крестным моего ребенка был актер, который снимался в фильме Мальчишник Вегаси и Мальчишник Вегаси 2. Но именно по этим фильмам я его знаю. И его имя Заглифианакис. Сам-то ты уверен, что способен за детьми присматривать? Я столько раз малышей подбирал. Ты и прежде малюток находил? Да. Но где? Макдональдс. Я думаю, что вы сами понимаете, почему я бы выбрала его крестным своего ребенка. Кто был бы твоим личным почтальоном и водителем? Наверное, личным почтальоном был бы Дэниел Рэдлиф. Ну, потому что я его знаю из фильма Гарри Поттер. И у него есть такая волшебная сова, которая прислала ему письмо из Хогвартса. Следите, да, за ходом мыслей, что я жду от почтальона своего, от его совы. А водителем у меня был бы, наверное, Мария Кассас, потому что это тоже актер, которого я знаю по фильму «Три метра на древнем небе». И поскольку мне нравится скорость, мне нравятся эти все гонки, да, и поехала сразу до школы с Мария Кассасом, потом он у тебя забрал со школы, поехали еще куда-нибудь. Если ты девочка, ты меня понимаешь. Вот как никто другой. Третий вопрос. Кого бы ты хотела видеть в качестве учителя твоего нелюбимого предмета и в качестве учителя твоего любимого предмета? Мой нелюбимый предмет это химия, потому что я просто не могу вникнуть в суть этого предмета, то есть я не понимаю, что откуда берется. Наверное, на роль учителя химии для себя выбрала бы Чейнга Датума, потому что есть такой эпизод в фильме «Мачи и ботан». Частица анафтания вступает в реакцию с конденсатором, переносим двойку, меняем ее инвалидность на радиоактивного паука. В жопу науку! Когда я смотрю эту часть из фильма, я постоянно такая, дима, блин, ууу, нет такого учителя химии. Да, я бы ходила на все уроки абсолютно. А учителем бы моего любимого предмета я сделала, наверное, Криса Эванса. Криса Эванса У девочек была бы стопроцентная посещаемость, физкультура, если бы у нас в школе был физерук Рикс Эванс. Мечты, ребята, это мечты. Следующий вопрос звучит так. Кого бы ты хотела видеть в качестве своего старшего брата или младшего брата? Я не думаю, что человек, которого сейчас я назову, это какая-то суперзвезда, хотя у нас звездный тег. Но поскольку я начала вникать в мир Ютьюба, я хочу себе в качестве брата Никитку Морозова. Я хочу видеть Никиту Морозова в качестве своего старшего брата, потому что у меня нет старшего брата, и я его хочу в качестве старшего брата. Я хочу себе такого братишку, чуваки, ну серьезно. Но... В общем, последний вопрос, который я помню, звучит так. Кто был бы твоим мужем? Да, у меня уже есть муж, ребята. Муж есть. Запасной будет пусть. Леонид Ди Каприо мой запасной муж. Я уезжаю в лагерь, думаю, что вам будут записывать какие-нибудь влоги там всякие. Ну, не знаю, получится у меня в лагере влоги записывать. Но будете следить за мной на Инстаграме, в Твиттере. В Твиттере меня вообще невозможно читать, потому что это бред сивей кобылой. Если вам серьезно нечего делать, заходите на мой Твиттер. В Инстаграме не так часто захожу, как-то фотки свои кидаю. Нет, я больше сижу в Твиттере. Кстати, у меня теперь новая страница ВКонтакте специально для вас. То есть, всех добавляю туда, чтобы можно было с вами общаться. Это что такое? Это что с руками? В общем, если хотите меня в друзья, добавляйте ВКонтакте на вторую страницу. Как обычно, с вами всеми прощаюсь. Говорю удачи, чуваки, и пока. Ну, такой вопрос просто. Просто-вопрос-то. Просто-вопрос-то. Забейте. Господи, я страшный человек. В смысле, некрасивый. Видите, да, у меня там сзади шкаф. И игрушки. И тут лось, олень, олень. А там вот это вот, вот это вот. Это одинокий рейнджер. И это мишка. И это мишка. И это заяц. И это заяц. А это я. Юля Бейс. Господи, что я несу? Удот. Юля сегодня удот. Почему, Юля, не быть сегодня удотом? Потому что сегодня день всех удотов. Нет, я пошутила. Ха-ха. Шутка. Ха-ха. Су-ха. Ладно, сегодня пошло. Субтитры сделал DimaTorzok.